Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о книге Бытия и обратимся сейчас к 12 главе. С 12 главы начинается история Авраама. И это еще один центральный персонаж и еще один момент, в котором происходит конкретизация, так сказать, сюжета. Ключевой человек для составителя и читателя книги Бытия. Потому что читатель знает, что мы потомки Авраама. Авраама – это входит в основной нарратив, который создает народ иудейский в послепленную эпоху. И вот здесь составитель, собственно, дает основу этого нарратива. Кто такой Авраам и что это значит быть потомками Авраама. И в первую очередь здесь говорится о том, что Аврааму Бог говорит – «Встань и пойди из земли твоей, из дома отца твоего, и иди в землю, которую я укажу тебе». Обычно, собственно говоря, главное событие жизни Авраама предполагается в том, что он в этот момент встал и пошел, и поверил Аврааму Богу. Для автора и составителя в первую очередь важно, конечно, изъятие Авраама из контекста всей остальной этнографии, всей остальной истории. Вот он встал и ушел из дома родства, из дома отца, и в землю, которую Бог ему укажет. И, ну, вероятно, здесь важно, что это все та самая земля, которую Бог указал Аврааму, которую Бог указал Моисеев, которую Бог привел, наконец, народ после исхода, и которую народ Божий профукал в результате всей своей истории при судьях-царях и так далее, и в которую теперь снова возвращаются иудеи, уже одни только иудеи практически после плена. Вот земля, которую я укажу тебе. И все таким образом сосредоточено вокруг этой земли, потому что Бог ее указывает. И дальше еще, видите, Господь, здесь говорится о том, что Господь обещает Аврааму, я произведу от тебя великий народ, благословлю тебя и возвеличу имя твое, произведу от тебя великий народ. Вот в этом, собственно, благословение Божье. И больше того, говорится о том, что ты, Авраам, будешь в благословении, и благословятся в тебе все племена земные. Благословлю благословляющих тебя, злословящих тебя прокляну. Вот такая форма завета с некоторым благословением, с тем, что сам Авраам и его потомки будут благословлены все, но больше того, благословятся в нем все племена земные. И здесь, по-видимому, для автора и составителя важен более или менее буквальный смысл. Здесь говорится буквально о том, что потомки Авраама расселятся среди всех народов и принесут, таким образом, во все эти места то благословение, которое Бог дает Аврааму. Ну, а для нового времени, конечно, обычно здесь видят разговор о том, что в вере Авраама, в том способе отношений с Богом, который избирает Авраам, обретут такое же благословение все остальные народы. Ну, это, в общем, более сложное, более позднее, конечно, толкование. Теперь Авраам в этом удивительном рассказе выходит действительно из Харана и берет с собой Сару, жену своего лота, сына своего брата, и идут они в Ханаан. Но не останавливаются, а проходят мимо. Ну, вот некоторым маршрутом они движутся. Что здесь важно. Явился Господь Авраам и сказал ему, показывая, так сказать, на эту землю, вот тебе и потомству твоему я отдам землю сию. Авраам еще пока глава очень немногочисленного племени, причем сам он, заметьте, вообще бездетный. И понятно, что речь не идет здесь о каком-то вооруженном вытеснении, завоевании. Бог говорит, вот эта земля, по которой ты проходишь, она будет принадлежать твоим потомкам. Там еще нет никаких потомков. Но, тем не менее, обещание есть. И поэтому создал там Авраам жертвенник Господу, который явился ему. Создал жертвенник. Заметьте, как все просто. Без каких-то грандиозных церемоний. Авраам, ну хорошо, там он глава полусотни кочевников. Бедуинов из пустыни. Вот такая удивительная, ну не более того, такая удивительная простота отношений с Богом. Бог явился, Бог нечто. Сказал Авраам, и он создал жертвенник. Для клерикальных кругов, после пленной эпохи, где составлялся этот текст, это нас включить такое в повествование до некоторой степени подвиг. Потому что как это так? Не там, где надо. Где-то, где попало. Там, где Бог ему явился. Потом он еще через строчку другой жертвенник создает Господу. В то время как вроде уже насаждается идеология одного места поклонения. И все должно быть именно так. Так вот по уставу священства, все прочее, все это превращается уже в такую экстенсивную институцию с разнообразными драгоценными причиндалами. И тем не менее, вот эта Авраамова патриархальная простота, она не скрывается от читателя. Говорится о том, что поначалу вообще было все очень просто. Вот Бог, вот Авраам, вот между ними диалог, и Авраам создает жертвенник. Причем рассказ-то ведь в такой форме предлагается читателю, что мы не очень понимаем по своей или по Божьей инициативе Авраам создает этот жертвенник. И скорее первое, здесь не говорится о том, что Бог обращается к Аврааму и повелевает ему, поставь мне вот тут жертвенник. Нет, он это делает сам. И потом двигается на восток от Фефиля, ставит свой шатер в определенном месте, и там создает жертвенник Господа и призывает имя Господа, явившегося ему. Вот, собственно говоря, этот диалог с Богом, призывание имени Божьего, ничего особенно сложного не требует. Это важный очень момент, потому что для составителя таким образом видится очень непосредственный диалог между Богом и Авраамом. А в следующей заключительной части 12 главы рассказывается еще одна и очень странная история. Тоже очень странная. Для современного читателя просто это мучительно читать. Потому что, ну, смотрите, разговор здесь идет о том, что голод в Ханаане Авраам со своим семейством и рабами и скотом идет в Египет. Египет богатая страна, там вне зависимости от количества дождей тает снега в верховьях Нила, и Нила разливается, и плодородная земля увлажняется, и урожай. Поэтому в Египте более стабильная ситуация экономическая. Ну и вот Авраам от голода в земле Хананской сходит в Египет. И, подходя к Египту, говорит Саре, жене своей, что ты красивая женщина, и поэтому меня убьют, если египтяне узнают об этом. Почему обязательно сразу убьют? Тоже для современного читателя удивительно, хотя всякое бывает. Но дальше решение, которое предлагает Авраам, кажется совершенно неожиданным. Он говорит, давайте, скажем, что ты моя сестра. Но здравствуйте. И что это меняет? Оказывается, меняет все, потому что там Авраам остается в живых. Но еще и удивительно, не менее удивительно, что Сара соглашается. И заметьте тоже, что Аврааму в этот момент по меньшей мере 75. И Саре, что-то около того. Ну, может быть, там, конечно, и какая-то путаница с цифрами, но как-то трудно себе представить, что там, ты женщина прекрасная, видом, поэтому египтяне убьют меня, из-за тебя, говорится, у семидесятилетней даме. Ну, вот, так не бывает. Да, при том, что это эпоха-то, где средняя продолжительность жизни, вообще-то, реально 35, ну, 40, где там такие старцы, как Авраам или Рамзес II, этого прямо исключения. Не очень понятно, о чем же все-таки хочет автор и составитель рассказать своему читателю. И да, на первый взгляд, все получилось. Фараон, ему понравилась Сара, Авраам говорит, что она его сестра, поэтому Авраам в качестве Колыма там раздают всякие и крупные, и мелкий скот, и ослы, и рабы, рабыни, лошаки, верблюды. Тоже, ну, классный порядок перечисления. Ослы, рабы и верблюды. Ну, в ряду, впрочем. Ну, хорошо, ладно, оставим это на совести архаичного автора. Ну, таки дай, фараон получает Сару, свой гарем, и Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его за Сару, жену Авраама. И фараон, значит, Авраама вызывает и говорит ему, ай-яй-яй, ты вообще, зачем ты меня так подставил? Ни у кого, ни у фараона, ни у Авраама, ни у Сары, ни у кого. Нет вопроса про то, что все правильно. Бог поразил фараона за Сару, потому что фараон покусился на чужую жену. Поэтому, зачем ты меня так подставил? Если бы я знал, то я бы, мол, типа и вообще очки бы черные одел, чтобы на нее только не смотреть. Теперь вот, жена твоя, возьми и иди отсюда. Про что и зачем этот рассказ? Причем, заметьте, что он ведь не щадит такого иконописного облика Авраама, который поступает здесь, с точки зрения читателя, самым некрасивым образом, даже с точки зрения эпохи составителя. И вот может быть в этом-то вся их штука может быть фоном для этого рассказа, для тех, кто его разыскивал, разыскивал в сохранившихся папирусах и включал сюда фоном является история которая в частности рассказывается в книгах Эздра и Нейми про изгнание иноплеменных жен. Речь идет о том, что в тот момент, когда вот шумной толпой, почти утратившей воспоминания о своих корнях, о вере отцов, законе предков и так далее, вот этой толпой вернулись иудеи в Иерусалим, с ними пришли женщины, на которых они там женились в Вавилоне и там жили больше 70 лет, женаты были. И появился такой феномен, как иноплеменные жены и фанатики, которые собственно устанавливают закон, заключают новый завет в Иерусалиме, свернувшимися из плена и до самого Рождества Христова. Больше того, на самом деле, до самого воскресения Христова. именно это и будет называться и считаться новым заветом и к этому будут прилагать все пророчества о новом завете. Значит, вот эти люди говорят, выгнать иноплеменных жен. Стон, вопль, эти самые жены, ну, вот, они ни в чем не виноваты, кроме своей национальности, в конце концов. Они чтут веру своих мужей, там, носят парик и делают гленделах. Вот все правильно, изгнать и все. И мужчины не хотят иные записывают, как он за бороду таскал старейшин народа Израилева и почетных людей за бороду, заставляя их выгнать иноплеменных жен, чтобы Бог потом сказал пророк Малахи, когда вы это делали, я был не с вами, а с вашими изгоняемыми женами. И вот это фон для записи таких рассказов, где говорится о том, что брак брак какие какие-либо брак серьезная вещь для Бога. И подобного рода предательства вот имеют тяжкие последствия. Понимаете, и вероятно составители, может быть, их тоже, знаете ли, таскали за бороды, чтобы они изгнали каких-нибудь своих жен, у которых там нет расовой чистоты. Тем не менее, они включают этот рассказ. для того, чтобы это мы не можем, конечно, додумывать за них. Но читая, видим, что браком невозможно манипулировать. Отношения с Богом Авраама, которому он только-только первый жертвенник поставил, эти отношения подразумевают, что вот есть человек и его жена, и будут двое вплоть в едином. И никаких, так сказать, манипуляций и экивоков здесь не допускается. Манипуляций Продолжение следует...